С этим направлением идешь, выписываешь себе разрешение с опеки, а потом можно уже к работодателю пойти. Хорошо? В эти дни в центре «Моя работа» наблюдается непривычный ажиотаж. Школьники, завершив учебный год, спешат устроиться на летнюю подработку. Зачем вы сегодня сюда пришли? Устроиться на работу на лето. Чтобы искать работу. Я живу в селе, там маленький выбор, только в школу. В школьной препятствии? Да. Я хочу для себя немного поработать, чтобы себе обеспечивать этими деньгами, что я хочу. Найти вакансию для школьников не проблема. Здесь главное – желание самих ребят оторваться от гаджетов, побороть лень и потратить 4 часа в день на труд. На данный момент направление подростка выписано уже более 100 направлений. Планируем мы трудоустроить 734 подростка возрастной категории от 14 до 18 лет. Городские школьники в основном направляются на благоустройство, а сельские – на подработку в своих же школах в качестве пособных рабочих. Раньше, говорят специалисты центра занятости, вакансии были более разнообразными. Но после затишья в пандемический год работодатели не так охотно стали приглашать ребят. Вакансии мы предлагаем различные. То есть организации нам присылают заявки по озеленению. Подростки будут у нас работать на участках по городу. Благоустройство территории. Также есть вакансии тепличный комбинат «Волга» с нами сотрудничает. Приглашает подростков уже более старшего возраста, от 16 лет, работать на земельных участках. К сожалению, не все ребята попадут на подработку, потому что уже не первый год вакансий предлагается меньше, чем количество желающих получить место. Поэтому, если есть желание заработать свои первые деньги, стоит поторопиться с оформлением документов. 14-летние подростки должны будут с родителями взять у нас направление и обратиться в органы опеки, для того, чтобы им разрешили работать летние. Детки уже старшего возраста, от 15 лет, они могут подходить уже к нам без родителей, с документами. Для этого необходим паспорт, СНИЛС, реквенитет банковской карты МИР. И также должна быть пройдена медицинская комиссия в поликлинике по месту жительства ребенка. Мы им выдаем направление, и уже в зависимости от возраста они направляются либо сразу к работодателю, либо с родителями в органы опеки. Карта МИРа должна быть на ребенка или на маму? Карта МИРа обязательно должна быть на ребенка. То есть денежные средства переселяются только детям. Несмотря на то, что трудиться школьникам придется неполный рабочий день, зарплату они получат вполне приличную – 9-10 тысяч рублей. Но и ответственность здесь тоже появляется. Ведь между работодателем и ребенком будет заключен трудовой договор. Так что прогулять или побездельничать, а потом получить зарплату, не выйдет.